Всем привет, и вы снова на канале DevRepublic. Мы продолжаем нашу серию образовательных подкастов для тех, кто хочет начать свою карьеру в IT, но все еще не определился с сферой деятельности. И надеемся, что наши коротенькие подкасты помогут вам принять решение на этом нелегком, но очень важном пути. Сегодня мы говорим об R&D-девелопменте. И у меня в гостях Максим, который поможет мне рассказать об этом гораздо больше, чем я вам сейчас тут расскажу. Максим, тебе слово, расскажи, пожалуйста, о себе. Всем привет, меня зовут Максим. Я работаю R&D-девелопером в компании Verodata в Одессе. Это аутстайфинговая компания. Мы занимаемся, как бы наш офис находится в Америке, и мы создаем, мы как аналитическая фирма, в котором анализируем данные и, соответственно, продаем наши услуги, назовем это так. Сам вообще увлекаюсь спортивным туризмом, волейболом, футболом, всеми удобными видами спорта, так что занимайтесь спортом, все будет лучше. Замечательно. Это хороший позыв. Однозначно. Так, а теперь расскажи нам, что же такое вообще R&D-девелопмент, Research and Development, что это такое? Ну, если в комплексе, то, как бы, каждый называет R&D-девелопментом то, что он хочет. То есть, если это, как бы, какая-то продуктовая компания, и они чаще всего называют R&D-девелопмент, это именно введение каких-то, допустим, моделей, какая-то аналитика, введение новых фич в их, непосредственно, продукт. То есть, до этого в продукте этого не хватало, а, однако, потом, впоследствии, после, грубо говоря, работы всего R&D-отдела появилась какая-то новая аналитика, там, письма, например, в почте начали сортироваться по-другому, или же, ну, не знаю, короче, происходит какая-то там у каждого своя обвижуха. Однако у нас, мы как аналитическая контора, у нас введение всех вот этих вот моделей занимается непосредственно, как бы, отдел, который делает модели. Вот, и R&D сводится как раз к тому, чтобы обеспечить этих дата-сцентистов, дата-инженеров необходимой всем, так, платформой для того, чтобы они могли работать, могли работать быстро, могли автоматизировать какие-то процессы и так далее. Вот. Так, понятно. Тогда, так, вот, твой типичный день на работе. С чего он начинается, чем заканчивается, и как выжить? Ну, в общем, то есть, как бы, если рассматривать именно полноценный день на работе, то он в основном, то есть, если она как работа R&D-двелкера, состоит из общения, переговоров по поводу того, какая технология, она хороша или плоха, нужно ее вводить или нет. Обычно есть, вот, как, я, грубо говоря, как подаван у нас немножко на работе, а как бы у нас есть там условный гуру. Вот. И мы с ним начинаем день с условного, там, от получаса до пяти часов обсуждения, какую правильную технологию ввести. И это может сводиться к тому, что именно там, вот в этой версии, допустим, там, питона, вот эта штука была сделана, а в этой она не сделана, хотя там планируют обновить, а и как она поставится, она не, ну, короче, и так далее. То есть, такие какие-то узкие вопросы, которые в результате после обсуждения позволяют, ну, грубо говоря, сократить время. За счет чего сокращается время? Потому что, ну, как бы, я, когда пришел на работу, ориентир думал, что в основном, как бы, ты должен работать и не разговаривать. Это ошибка. Надо не разговаривать, а думать, вот, а потом делать. И из-за того, что мы, наша компания работает с большими данными, то, грубо говоря, одна ошибка, может, там, стоить тебе, например, дня-два простоя, и ты, как бы, сделал ничего. Вот. Поэтому просто два дня поговорив, да, ты получаешь уже гораздо больше результатов, и потом, там, 10 попыток по два дня, а за три попытки по четыре у тебя все получается. Угу. Угу. Отлично. Вот. А тогда такой, какой набор скиллов вот тебе помогает в твоей работе? Какие, не знаю, технологии ты используешь? Что такое? Помочь? Ну, я закончил Одесский политех по специальности компьютерной системы. Вот. Я не знаю, там, кто на что рассчитывает, который поступает на эту специальность, но все, как бы, говорят о том, что их специальность, она, как бы, покрывает все. Я могу сказать то же самое. То есть мы можем, как бы, как вы не веримы описывали этот мы от этих кофемашинок, от автоматов, которые с двигателями именно все это наливают, вам, типа, туда делают. До разработки операционных систем. Да. Все, все туда. Оно, как бы, все, все намешано. Вот. И именно широкий кругозор позволяет решать стандартные задачи. То есть задачи могут быть абсолютно разные. От того, что нужно, там, клиенту дать доступ к вашему SQL-серверу, до того, что у кого-то, там, через Mac не получается подключиться к VPN, который настроен на Windows-сервере, там, бла-бла-бла-бла-бла. То есть оно может быть, как бы, абсолютно разное направление задач. Вот. И, соответственно, нужно, как бы, с этим работать. Для примера, у нас есть программа, которая, там, позволяет определенным образом обрабатывать данные. И код на ней написан на Fox Pro. Вот. Кто не знает, такой старый язычок, там, вот, был. Вот. И пришлось для того, чтобы поправить то, что там было написано, изучить немножко Fox Pro. Ну, там, как бы, все примитивно, вам понятно, на базовом уровне. Но, тем не менее, как бы, чем шире спектр ваших знаний, тем проще будет устроиться в этом направлении. Вот. Постоянно нужно учиться. А что еще? То есть ты в отделе, получается, это как помощь дата-сайентистам, у вас дата-аналитикам, да? Да, дата-отделу, как бы. Ну, это не совсем помощь. Это, в общем, введение новых технологий, обновление рабочего процесса. То есть, ну, как бы, вот, системное администрирование, вот это вот такое, DevOps, я не знаю, как это назвать, это, как бы, значительная часть нашего процесса, потому что мы работаем со своим оборудованием, то есть мы не арендуем в облаках, как бы, практически ничего, да. То есть, как бы, у нас это, как, наша, скажем так… У вас физические сервера находятся по… Да, в Америке в дата-центре стоят две наши стоечки, на которых мы, собственно, и работаем. То есть там, как бы, ну, достаточно мощное оборудование, его, там, до нынешнего момента хватало. Сейчас уже, как бы, понятное дело, надо обновлять, там, как бы, YouTube вытряхиваемся. Вот. Ну, а именно благодаря тому, что вот к вот такому подходу, что сначала много-много-много-много-много-много-много-много говорили, а потом еще поговорили и только потом сделали, в результате получился, то есть, как бы, достаточно на малых ресурсах, достаточно большие объемы данных, как бы, которые перевариваются и регулярно работают. Угу. Получился хороший. Я забыл вопрос изначальный. Угу. Какие скиллы нужны? Ну, уже понятно, что нужно готовить. А, да. Ну, в общем, получается, что из базовых скилов, это, как бы, понятно, там, понятие операционных систем, то есть, вот этот системы администрирования DevOps, плюс к этому понятие, там, базовое по всяким хранения данных, базы данных, эти, как это называется, data lake, там, типа, и так далее, как оно все организовано. После этого понятия, опять же, базовые, хотя бы базовые о data science, то есть, там, построение моделей, что учитывается, что важно, что не важно, за счет чего где-то можно выиграть, проиграть. Вот. Ну, и так далее. То, что задачи бывают и другие. Например, тебе нужно, как бы, там, помочь data scientist, там, условно, там, автоматизировать их какую-то там модель. Она, как бы, автоматизируется, как бы, только на одной локальной машине, а тебе нужно, чтобы эта модель работала одновременно, там, на десяти машинах, чтобы она быстрее, ну, и так далее. То есть, как бы, они очень такие разнообразные, и нету именно непосредственного спектра, что вот я там пришел, допустим, и целый день, там, работаю, например, в питоне, или, там, целый день работаю в Java, там, и так далее. То есть, например... А, получается, ты разными языками программирования тоже владеешь? Ну, да, но, как бы, владею это очень громко сказано. То есть, я, как бы, много языков, как бы, вижу, могу почитать что-то подобное. Вот. Но, в основном, если пишем, то пишем на питоне. Ну, как бы, удобный, простой, как бы, и не стоит париться. В том же, например, в SQL-серверах у нас используется C, там, определенные функции, которые там написаны, он там подгружается и обрабатывает данные на C. В программах, которые мы покупаем, используются от кокс-про до всяких очень веселых местных самописанных языков, на которые тоже надо иногда знать, пытаться находить. Это, ну, в общем, весело. Если вам нравится копаться в каких-то вот таких вот там форумах 2004 года, искать ответ на какой-то вопрос, а находить его в 2019-м, потому что никто до 2018-го так и не ответил, то, в принципе, это направление хорошее. Вот. Это уже, наверное, N-ный наш подкаст, и все говорят, вот если вам нравится копать, рыть и копать. Ну, да, да. Это для вас, причем на разные темы. То есть, независимо от того, о чем бы я ни говорила, все говорят, вот да, рыть и копать, рыть и копать. Тогда, соответственно, где ты находишь свою информацию? Google, да, помощник? Ну, да. Но не только Google, то есть там как бы есть другие ресурсы, которые уже, когда ты построил определенную базу, вот, то тогда тебе гораздо проще искать. Допустим, когда мы делали по первые разы, когда мы только ставили вот наш Hadoop-кластер, да, вот это все настраивали, оно было, конечно, там очень сложно. Ну, ты ищешь по там, сколько, мы считали до 15 страницы Google доходили, когда там были определенные вопросы. Да, ну, как бы, вот. А потом уже впоследствии ты, как бы, находишь определенное количество ресурсов, которые тебе помогают. Ну, главный вывод, который я сделал вот на протяжении, там, у меня там действительно небольшой срок работы в данном деле, там, в районе трех лет, это получается то, что я... Ну, ну, все, там все помешано. Это то, что я люблю документацию. Товарищи, документация – это вообще победа. Вот, официальные сайты, и не очень люблю опенсорсные продукты, потому что в них бывает, ну, и хрен с ним, как бы. Ну, и что-то там, типа, не доделали, что-то не описали, и ты там потом полчаса перегружаешь машину и пытаешься понять, в чем секрет. Понятно. Документация – это сила. А сам ты пишешь по роду деятельности? Приходится писать документации? Да, конечно. То есть, ну, получается, что введение нового продукта – это же не просто то, что я сказал, там, ребята, вон есть сервер, там, типа, идите, как бы, на него заходите. То есть, бывает такое, что ты, как бы, написал, там, допустим, какой-то код, который делает какую-то, там, часть автоматизирует, и к нему API написал, там, ну, там, у нас все простенько в плане кода, там, сложно, скорее, в плане каких-то этих, более его применения, анализа, времени, которое это все занимает, то есть, такого формата. То есть, задача, которая может решаться, например, там, 40 часов в результате, там, поменять местами, там, 10 строчек, она будет решаться 10 часов. Потом немножко по-другому подойти. То есть, это вы, получается, смотрите, как лучше поменять эти строчки, чтобы она за 10 часов решалась? Ну, в том числе, да, так. Ну, уж, как бы, оно в комплексе, например, там, вам нужно собрать определенную аналитику, да, то есть, как бы, у вас есть, там, много данных, например, там, возьмем, там, терабайт данных, которые нужно определенным образом проанализировать и, как бы, перейти к выводу какому-то, построить отчет. Этот отчет нужно делать, например, там, 2-3 раза в день. Мы сейчас грубо поставим. На терабайке данных. Да, да, типа того, да. Вот. И вот, например, там, у нас один парень сделал, опять же, он каждый раз, каждый день агрегирует вот эту табличку и позволяет там, как-то, существенно, что-то изменить. Как ее агрегировать, там, грубо говоря, из нуля, изначально вот этой всей таблицы, как это все сложить, это, как бы, уже один вопрос. То есть он там думал-думал-думал, собрал, оно теперь работает быстрее уже, там, не терабайт, а 200 гигабайт. То есть там, типа, оно все меняется. Угу. Вот. Оптимизирует. У меня до этого было, возможно, теперь уже ошибочное мнение, что оптимизацией больше занимаются, как бы, data scientists, а теперь получается, что еще и R&D-девелоперы помогают. Ну, data scientists, data science, вообще, это как направление, если взять, ну, насколько, как бы, я это представляю, тут тоже так у каждого свои эти. Это направление именно построения модели, то есть насколько быстро работает модель, насколько быстро, грубо говоря, получился какой-то результат именно в результате работы модели. Ну, однако, на вход модели тоже нужно подать, конечно, не просто подаешь файлик, там, условно говоря, там, привет, я Максим, и ты мне там сразу результат модели. Ну, да. Там же нужно какую-то статистику до него добавить, что-то убрать, почистить данные, чтобы они были красивые и хорошие, каким-то этим образом их получить, допустим, там, из интернета, с кого-то сервера, еще чего-то. То есть вот этот вот весь процесс, он, как бы, на data scientists редко ложится. Вот. То есть именно каким образом составить вот эту агрегационную табличку, вот это может сделать, например, data scientists, потому что он понимает, что ему нужно в результате. Ну, а каким образом, допустим, вот эта изначальная терабайт данных попадет в Hadoop, ему, как бы, все равно. То есть он там должен быть, а ты должен, как бы, это уже решать. Да, да. Hadoop-а нет среди непосредственных тулов, да? Ну, да. А вот какими ты тогда пользуешься инструментами в работе? Вот что необходимо знать? Вот Hadoop, Python, да? Вы поняли уже. Умельчика. Ну, Hadoop, Spark, да. То есть мы используем связку Python, Microsoft SQL Server. Вот. Ну, вообще там по Microsoft системы управления, администрирования всем администрирования, как это называется, серверной части Microsoft. То есть у нас Microsoft SQL Server, соответственно их администрирование. И администрирование Linux машин. То есть потому что Hadoop, он, как бы, я так же говорю, у нас не облачное хранище, у нас, как, наши физические сервера. Элины с машиной тоже надо настраивать. Вот. Настраивать, чтобы оно все было, как бы, совместимо с Windows-овскими учетными данными, там, и так далее. То есть, как бы. Еще мы также используем Tableau Server для аналитики SharePoint. Из такого. Какие еще есть такие? Ну, Java у нас там пару. Программ тоже на нем написано. Ну, оно все такое, как бы. Ну, нет конкретного инструментария по решению задач. Есть, как бы, задача, а ты уже под нее подбираешь, там, что она более выгодна. У нас нет таких больших проектов по коду, что нам нужно, например, там, глобально, там, вот, не знаю, там, у нас сколько, программа какая-то, там, полтора гигабайта весит, которая, там, что-то делает. У нас, в основном, локальные какие-то скрипты, которые по мелочи, по мелочи что-то где-то собирают, и, как бы, в результате получается готовый продукт. Ну, только маленький скрипт может работать, там, 20 часов. Ну, это уже, как бы, другой вопрос. 20 часов, это да. А давай так, вот мы перечислили все инструментарии, ну, грубо говоря, инструментарии. Угу. Вот. И после этого устраивался на работу как джуниор SQL-девелопер, что-то подобное. Ага. Вот. Я не помню, как позиция точно называлась, но, в общем, я пришел именно с баз данных. Угу. Вот. И потом, в дальнейшем уже, как бы, там, сначала были базы, ну, базы данных, там, занимались обработкой данных, входных, там, через, одни программы, через вторые. Потом, постепенно, 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 я уже перешел именно в отдел R&D-девелопера, так как у меня были более широкие знания, чем, как бы, связанные непосредственно с базами данных. Угу. Вот. Ну, то есть, я говорю, я попал в одну фирму, как джуниор SQL-девелопер, и дальше уже, как бы, постепенно, постепенно, вот, переходил в эту фирму. Я почему сказал, что три года, поэтому, потому что я, как бы, начинал с одного, потом второго, третьего, да-да-да. Вот. И изначальные знания у меня были очень поверхностные по всем направлениям, что я перечислил. То есть, там, я знаю, есть Windows, чем, там, Windows Pro, например, от сервера, это уже такое, 7 на 8, да. Ну, как бы. Вот. Понятно. То есть, в принципе, ты не занимался, там, изучением отдельно Python, а, или отдельно Java, вот, с этого. То есть, у тебя пошло с SQL-серверов? Ну, я закончил курсы у нас в Одессе по Java и по SQL, по Oracle. Вот. Вот. Закончил их и, соответственно, пошел искать работу по этим двум направлениям. Попал по SQL направлению, там, сдал небольшой тест на входе. Вот. И там дальше уже, как бы, Python мне это вообще не знал, но, как бы, его, там, учить. Я, там, какой-то курс прошел в интернете и прошел. Вот. Ну, потому что у тебя уже есть Java, да? В принципе, на этот. Ну, да. Ну, в универе мы шучили. Там, Java, C, там, Delphi тоже очень помогает. Кто не верит, Delphi прям вообще сила. Была в 2002, наверное, но… Теперь уже не помогает тебе, да? Ну, оставила этот фундамент. На самом деле, если дома надо какую-то микропрограмму написать, я в основном пишу на Delphi. Потому что там взял вышку, там, пять раз наклацал, короче, и у тебя все работает. Тебе не надо, как бы, ничего делать. Ну, там, вообще там все проще Python. Ну, да. Угу, понятно. А почему выбрал Java, когда пошел на курсы? Они были бесплатные, как бы, я и пошел. А, ну, да. Да, ну, там, очевидно. Так изначально мне Java не очень нравилось, но там сильно громоздкие конструкции, то есть, как бы, и так все. Ну, такое оно. Не, не сильно. Вот Python в этом плане гораздо красивее. У тебя там, там, десять строчек, но они делают, как бы, ты сразу, как бы, понимаешь, что и как. Делают сразу все, да. Это уже не первый человек, кто, вот, топит, да, Python непосредственно. Ну, вот то, что я думал рассказать, это главная проблема, с которой сталкивается R&D-инженер. Вот. Именно такого направления, с которым я работаю, это то, что люди достаточно инертны, и они привыкают к определенному решению задач. То есть, например, мы, у нас есть, например, какой-нибудь Юпитер ноутбук, в котором там все работают под ртом. Ну, там, потому что, ну, и под ртом, под пользователем, под которым, как бы, под одним, потому что не могли настроить авторизацию. Вот. Настроили авторизацию. То есть, все теперь могут заходить по своими учетными данными, но периодически, как бы, оно плохо подключается к диску. То есть, ты уже напрямую можешь, тебе не нужно там через upload загрузить какие-то файлики туда. У тебя уже, как бы, ушло куча процессов. Вот. Но люди все равно долго переходят к этому, им не нравится, что они теперь работают не по тем пользователям, там было все доступно, теперь есть какие-то исключения по правам, там, типа, и так далее. Потом ты ставишь, как бы, следующую версию, Юпитер уже этот, не ноутбук, это уже Юпитерлаб, да, или как он думал, Юпитерхаб. Вот. Был Юпитерлаб, стал Юпитерхаб. Вот. Там обновился дизайн, там немножко по-другому что-то делается. Вот. И люди такие, блин, теперь все сложно, теперь все по-другому, и так далее, да. А еще процесс перехода на новую технологию, он обычно идет, как бы, не так вот, идеально кладенько, он обычно где-то поломалось, три дня что-то не работало, где-то в спешке надо на продавшине все доделать, короче. Ну, и вот этот процесс, он, конечно, занимает тоже много времени. Такой эмоционально тяжелый. Я бы это так назвал. Вот. Так что надо готовиться к тому, что... Челленджер. Возможно, да. Возможно, твоя работа будет кому-то не нравиться первые полгода. Вот. А потом все довольны. Не, но с другой стороны, если это оптимизация от сорока часов до десяти, то наоборот, должны радоваться, наверное, нет? Да, да, да. Или все равно изменения принимать сложно? Не, такое, конечно, рады, но просто, как бы, это же результат ее, да. То есть, как бы, у нас был процесс, который, например, длился три месяца. Все три месяца никто не мог нормально работать, а потом, как бы, у тебя, допустим, не три часа, а два часа стало. То есть, ты такой, ну да, здорово, конечно, но три месяца ты, как бы, вот в процессе вот этого всего, что кому-то там что-то не получается, кому-то надо помочь, где-то еще что-то, еще что-то. То есть, оно все время такое болтается. Вот. Ну, это, с другой стороны, всегда весело. Какие были основные такие факапы в работе? Было что-то такое, блин, все, капец? Ну, да, то есть, например, ну, прям, чтобы капец-капец такого вроде бы не было, но это начальника спрашивает. Да, был там момент, когда, например, там, я писал скрипт, то есть, ну, наша задача, как бы, вообще, как фирмы, это, если так очень грубо-грубо все сказать, это отсортировать людей, то с большей вероятностью пожертвовать деньги. То есть, назовем это так, крайне-крайне грубо, блядь. Вот. И в процессе этой сортировки используются определенные, как бы, для модели ты добавляешь-добавляешь-добавляешь разных данных по каждому, там, ID-шнику, и, соответственно, получаешь какой-то результат, вот. И кто-то, Максим, случайно написал код такой, что он не совсем правильно добавлял данные туда. Вот. Ну, и случайно получилось, что кто-то где-то добавился случайно, кто-то где-то этот, но это мне повезло, мне быстро заметили. Вот. Потому что, ну, там, на этапе уже проверок, там, как все пошло. Вот. Ну, так было грустненько, на самом деле. Но я стараюсь пока по не запоминать, потому что это такое, как бы... И затыкивается на платформу правильно, да? Да, да. Кто проверяет тогда на этапе вот у тебя там ошибку, кто заметил? Заметили, ну, получается, что, как организован процесс, есть, грубо говоря, у нас дата-инженеры, да, которые, как бы, работают, в общем, с приемом информации, с отсылкой информации, с обработкой. Есть дата-сайентисты, которые создают модели, которые вот это все, там, аналитик, умные слова, и так далее. Вот. И получается, что дата-инженеры после того, как обратились к модели, получили данные и получили плохой ответ с ним. Назовем, назовем, назовем это так, не плохой, а нестандартный. Вот. Нестандартный ответ. Они запили тревогу и, понятное дело, что там сразу вот пошло все назад. Да. Ну, там не то, что нашли где, там, что, ну, как бы, комплексно, то есть ты же не знаешь, почему так получилось. Ты же, как бы, сначала проверили одних, вторых, третьих, четвертых, пятых, потом снова третьих, ну, как бы, и вот в результате оно как-то как вышло. Приковырялось. Понятно. Тогда, получается, а кто деплоит вот эти все автоматизации? Ну, у нас, получается, такого именно как понятия задеплоить нету, потому что у нас нет облаков. То есть у нас, как бы, скрипт разместил, то есть, как бы, там, если, грубо сказать, в крон добавил его, то есть, как бы, на автомате он там каждый понедельник 9 утра запускается. То есть, нет такого, что поднимается сервер, который там этот. Да, понятно. Ну, вот. Поэтому гораздо проще. Но, благодаря этому мы можем, как бы, и нагружать наши ресурсы, как бы, ну, скажем так, не совсем 100% эффективно. То есть, там, поставил на выходные, пусть поработает, посмотрим, что получится. То есть, ну, как бы, ему что стоять, что работать, ему там все равно. Ну, да. Вот. Поэтому такое. Понятно. Тогда такой вопрос. Сколько времени у тебя занимает непосредственно программирование, например, и разговоры? Обсуждение, да, проблемы и вот так вот. И воплощение в жизнь ее? Или зависит от задачи? Ну, все зависит от задачи. Может быть, ее можно решить даже без, как бы, программирования. А кто ставит задачи? Руководство. То есть, как бы, есть определенные задачи, да. То есть, например, вот из последних задач, там, увеличилось количество, например, атак на аналитические фирмы, на фирмы, которые принят данные. То есть, это, как бы, по всем вот этим можно увидеть. И, соответственно, нужно, как бы, там, типа, сделать определенную, там, систему баг-копирования, которая, там, была такая, нужно добавить еще куда-то, нужно добавить еще куда-то, еще куда-то. И эта задача решается, например, она решилась в результате не кодом, а то, что вот мой начальник, там, использовав определенные технологии, настроился таким образом, что, как бы, оно иногда немножко глючит, но зато оно, как бы, все копируется в реальном времени в облако сразу, как бы, на, типа, без магии. Ну, там очень красиво, так, ну, как бы, не вдаваться в технические подробности. Да, да, да. Можно вдаться в технические подробности. Я буду кивать. Отлично. Не, ну, неплохо. Интересно. На самом деле, то есть, если, вот, если рассуждать, то очень непривычно, но обсуждение обычно занимает где-то процентов 60-70 времени и вот 40, где-то 20-30 процентов времени – это реализация и 10 процентов – вот тестирование и так далее. На самом деле, очень редко бывает такое, что ты делаешь что-то, что в дальнейшем будет не нужно. То есть, у нас, как бы, R&D-отдел, он, как бы, работает именно на нужды, как бы, внутри компании. То есть, ты не делаешь там клиенту, чтобы клиент сказал, а нам это не надо. То есть, именно это там тебя забили. А, как бы, ты стараешься улучшить именно работу внутри компании. И за счет этого получается, что каждая твоя работа, она, как бы, непосредственно, однозначно точно нужна. Потому что, как бы, вот. – Ой, это классно. – И… – Да, конечно. Когда у тебя нету вот такого формата, что ты знаешь, что завтра все пойдет плохо, а сегодня, вот, например, все здорово. – Угу. А тогда такой последний вопрос. Подскажи, что бы ты пожелал тем, кто вот хочет себя видеть или видит себя в R&D-отделе? Что нужно делать? Или вот… – Учиться, учиться. Сейчас я подумаю. Нужно, первое, что это, как бы, понять задачи, которые тебя интересуют. Вот. И насколько ты готов с ними бороться. То есть, опять же, из примеров, была задача подключения Hadoop, чтобы весь Hadoop, хранище Hadoop, было видно их как папочка, вот, на удаленном ресурсе с разграниченными правами доступа через Windows и учетку. То есть, как бы, задача такая, достаточно, вроде бы, как бы, простая для понимания, но, как с точки зрения реализации, она, как бы, ну, мягко говоря, очень сложная. И когда ты читаешь, начинаешь читать какие-то форумы, опять же, вот эти двадцатые странички Google, то ты, как бы, видишь, что люди пишут, да нет, это, типа, там, не совсем реально, там, типа, невозможно и так далее. Да, ты ты отчаиваешься, уже забиваешь болт, а потом после выходных приходит начальник и говоришь, что он сделал. Ты такой не веришь, идешь, плацаешь, проверяешь, все, понял, и, блин, реально работает. Вот. То есть, вот, если формат того, насколько, если интересно вчитываться именно внутрь технологии, что там происходит, что происходит с каждым обновлением, например, опять же, Tableau Server в новом обновлении сделал возможность подключения к SQL Server только через README, не README, через READ-only опцию. Это означает, что это уже можно понять и, как бы, определить нагрузку на сервер, который сейчас меньше загружен. То есть, или, как бы, выделить его в отдельное направление. А без этой опции такого не было. И это пришло только, там, в двадцатом обновлении тридцатого года, что-то там, что-то там. Вот. Поэтому, как бы, насколько, если интересно именно полное вникание внутрь технологии, тогда это, как бы, правильное направление. А если интересно, например, там, допустим, много писать кода, мало говорить или к тому, что ты, там, типа, высказал идею, все-таки да, здорово, то у нас есть, как на работе, как бы, такая поговорочка звучит, но все не так просто. Давайте, вот, мы попробуем сделать так. О, Максим, тут все не так просто, короче, и начинается на два часа вот это вот рассуждение, как, почему не просто и так далее. Вот. Это нужно, как бы, если... Нужно отстаивать свою точку зрения или нет? Да, конечно. Именно в этом скоре, как бы, и рождается вся, как бы, истина, как я не знаю, как это называть. То есть, именно в... То есть, те сказали, что можно, например, сделать это каким-то путем. Угу. Ты говоришь, нет, это же, блин, долго, потому что то-то, то-то. Все-таки, а, ну, да. Нарходят полчаса. Я тут почитал, что там, как бы, на самом деле, оно не все так-то так-то, а на самом деле оно происходит по-другому, потому что там в Житомир можно съездить через Киев, и так билеты на самолет дешевле, то есть, ну, как бы, вот. Поэтому важна именно возможность умения, желания, вот, в понимании именно внутри технологии, как она работает. Если ты понимаешь, как работает та же операционная система, как работает компилятор, как работает, не знаю, ядро Linux, а как оно включается, какие процессы идут первые. У нас, например, была одна из таких проблем, ну, наше физическое оборудование стоит, как называется, несколько плат под интернет, с выходом под интернет, да. И их четыре. То есть, допустим, две уходят в одну сеть, две уходят в другую сеть. Вот, они там соединены мостом, то есть там бла-бла-бла. Вот. Однако, нужно, чтобы включалась, первая подключалась в сети, именно первая, иначе там определенные программы не работали, потому что их нужно было надработать, настроить именно на конкретную карточку. Вот. А в процессе включения операционной системы, какая из них первая включится, это, как бы, магия. То есть, на какую первую получилась, вот та первая и заработала. Вот. И пока мы этого не поняли, то есть, как бы, я привык, что в Linux, например, если там пишется, что там первая включилась вот эта карточка, а вторая вот эта. Ну, не включилась, она сортировалась таким образом, то так оно, как бы, и есть. А тут получается, что оно, вот, например, работает случайным образом. Ну, в результате пришлось, как бы, менять подход. Вот это там уровень, как бы, какой-то там проблемы, которая, вот, может возникнуть. Угу. Вот. Поэтому, как бы, если ты понимаешь, как оно все работает, то тебе будет очень просто на данном проблеме. А если не понимаешь, то придется учить, учить, учить. Вот так вот. Ну, надо, надо любить учиться, я так понимаю. Не, ну, это общее, независимо от работы, мне кажется. Да. То есть еще и будет. Паша, Паша. В любом случае, да. Ну, конечно, ого, все новое и новое я для себя открываю. Вот. Да. Мне интересно. Я думаю, больше еще вопросов. Я думаю, что я тебе еще как-нибудь напишу. Ну, без вопросов. С более конкретными запросами, да. И мы пообсуждаем еще. А так, вообще, спасибо большое. Мне было очень интересно. Да. А мне очень приятно. Спасибо. Тогда все. До новых встреч. До скорых, да. Сейчас увидимся. Пока. Все. Пока-пока. 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 Пока-пока.